Все началось с того, что мы проиграли турнир, усосали все вина. Это был 2011 год. Сеня просто выпил 3 литра красного вина. Он тогда бухал. Нам, кстати, еще организация. Все говорят, спускайтесь туда в холл, в отеле. В этом зале нам поставили ящиков штук 50 вина и все 50 ящиков красного вина, сухого. И мы что-то начали пить это вино, пили, пили. Сеня пару литров уже пригубил и уже с бутылкой ходит по этому залу, уже со всеми общается, все геймеры, какая-то тусовка идет, Сеня уже с бутылкой ходит, ну все нормально. Ну и все уже как бы нормально ушатались и все надо ехать в клуб. А мы от Китая проехали километров 70 в этот город. Не помню, что это за город какой-то был, тоже китайский, да, рядом. И мы там играли. А клуб находится ближе к какому-то большому городу, не знаю, либо Шанхай, либо еще что-то. И мы выехали в этот отель, ехали мы в этот отель, чтобы понимали, ребят, без пробок, только часа полтора. Ой, в отель, в клуб. В клуб мы ехали часа полтора, ночной. Сеня, Марик, я, по-моему, Ваня, Зера, ну, короче, вся банда поехала. Старикс, вот тот наш состав. Ну и что, мы приехали в клуб, все напились, все потерялись, потому что огромный клуб китайский, просто там немерено людей. Я еще помню, как они все колотили эти кубики, и у них у всех стояло типа что-то вина, помнишь, Сеня? Они колотили кубики, и типа им нужно было, у кого кости меньше выпадает, просто банально, кубики, колотишь там 10-11. У кого меньше, тот бухает. И вот они все нажирают этим вином тоже. Все ушатались. В итоге Зера подрался с чуваком. Ты помнишь эту историю? Я этого не помню, но плохо. Ну, там была такая ситуация, что я стою, я уже тоже, мы уже все такие хорошенькие, я стою на барной стойке, подходит чувак, типа, и стоит коктейль, и я ему говорю, типа, это мой коктейль, он говорит, это мой коктейль. Рядом подходит Зера танцующий, типа, танцует, типа, музыка играет, мы все колбасимся. Я говорю, что-то он от меня хочет, я ничего-то не пойму, типа, что происходит. Я начинаю танцевать, и через 3 минуты начинается какой-то кипиш, и я солю, Зера его заламывает, и начинает с кулака его лупать. Это очень чувака. Это было весело. В итоге охрана вывела двоих, но Зера вернулся, все круто. Но я запомнил, как называется отель, всем, ты понимаешь? Кайон тайсы. Кайон тайсы, я тоже его запомнил. В итоге, в итоге, в итоге, уже в 6 утра я не могу найти никого. Я выхожу на улицу, а китайцы, как правило, что они вообще английского не знают, и бум-бум, я со своим английским в тот момент. И я помню, что мне нужно сказать только Кайон тайсы, хотел, Кайон тайсы, блядь. Я выхожу, я просто смотрю, как Маркелов уже по улице, ты понимаешь? Он уже ходит вот так по улице, просто. Куда-то человек идет. Я не знаю, уже что-то происходит. Я вижу знакомого тиммейта, и говорю, Егор, Марик! Братан! Подбегая к нему, Егор уже в этот момент просто... Я говорю, братан, все, мы уезжаем, все разъехали, клуб закрывается, уже все, Ранний рассвет, типа, нам нужно ехать, я знаю отель, это Кайон Тайсы, я подхожу к таксисту, Марик просто на заднем сиденье так хлыст, и ноги только заправляю, заснул, вот, и в итоге Кайон Тайсы, мы приезжаем в этот отель, а это отель вообще другой. Ну ладно, история про Марика, она очень забавная, если ты ее рассказывал, что там все происходило, это отдельная история, но я хочу сказать про другое, я хочу сказать, что когда возвращаюсь в номер, я, то есть мы приехали в первый Кайон Тайсы, это был не тот, там просто происходила жесть, там это отдельная ржачная история, но когда я проезжаю, мы все-таки вызываем новое такси, находим спустя 2 часа свой Кайон Тайсы, я прихожу в номер, и просто, и просто, я думаю, Сеня, интересно, приехал или не приехал, я еще как-то более, более как-то адекватен, то есть все, но выпили, но я что-то еще соображаю, я захожу, открываю дверь, и что я наблюдаю, я открываю дверь, и возле двери просто огромное красное пятно, это первое, что-то на стене, В итоге я захожу в номер, а там же Сеня, я думаю, что Сеня потом рассказывал это так, Сеня говорил, Я захожу в номер, а я чувствую, что все, мне плохо, до этого вина, я уже там 5 литров в автостал, и я забегаю в ванну, в ванну, я захожу в ванну, там в ванной такая лужа, захожу в умывальники, две кровати стоит, на одной спец Сеня, на второй лужа, такая, короче, Сеня, Китай, дайте водку, не сиди мутыл, Я хочу уже сказать, это были отличные времена, очень, удачи в новом году, ты знаешь, это как вот, что-то произошло такое интересное, а потом типа пишут, ну, вспомни, зато будет приятно, знаешь, или будешь вспомнить, вот все, если ты выжил, то да, вспомнить есть что, в этом деле главное выжить, нет, ты выжил, понимаешь, все, все было, все было четко, просто, ты же пойми, для меня это вообще все было опасно, потому что первая, первая картина, это когда Егор в отеле начал просто разбуваться посреди отеля, понимаешь, и начал просто там потихонечку писать, так, трын-тын-тын, в холле, так, трын-тын-тын, а вот эти, которые стояли на ресепшене, они же смотрели, не просто смотрели, они реально замерли, чувак и девочка, они просто, мы зашли, вот так, заходим, Егор, потому что он делал, в чем фишка Егора, что он делал все очень уверенно, он заходит, зашел, колонна, холл, 7 утра, эти двое, я захожу за ним в след, невменяемый, понимаешь, друг невменяемый зашел, второй, этот уверенно, спокойно зашел, и просто возле колонны начал разбываться, разбывается, бля, это надо фильм снимать, сей, разбывается, и я подхожу к этим на ресепшен, и начинает что-то им говорить, говорю, отель Кайон Тайсы, не дашь, походу, говорю, не туда мы приехали, они, да, есть еще другой Кайон Тайсы, в этот момент я вижу, как Егор просто спокойно, уверенно, джинсики раздевает, и начинает поливать, и все на это смотрят, в шоке, в итоге он цветел дело, обувается, не обувается, не обувается, и резко, как рванет в сторону, где сидят все эти на ресепшене, и я за них, и вот к нам подбегает, пробегает этот ресепшен, а там дверь за ним, и вот тут дверь, как открывает, и как похерячит куда-то, вот так вот это было, и я выбегаю в эту дверь, а там дверь такой длиннючий коридор, просто какие-то трубы, знаешь, какая-то, это вентиляционная какая-то фигня, какие-то расклады, и Марик туда идет, я за ним выбегаю, эти двое смотрят, вообще не помню, что происходит, вот за них дверь, это наш служебный вход какой-то, туда только люди, Марик туда херякет, я за ним говорю, Егор, братан, он отстань, блин, я тут вообще, думают, что кто-то на него нападает, отстань, сейчас я тебе торопью голову, я его как-то держу, такие мы прохожевали времена, вот это было, да, Сеня? И я прихожу в номер, думаю, что Сеня, братан, как он добрался, а Сеня там тоже, Сеня, ты, кстати, на этом номер, по-моему, 200 баксов поплатил, да? Нет. Ну, кто-то говорил, что ты же говорил, что за бабки пришлось заплатить за уборку. Да, но там я думал, что 200, но там фигня, короче, не сказали, что там, типа, из разряда фигня какая-то, 20 баксов, что-то. А, да? Плати 20 баксов и блюдь дальше. Плати 20 баксов и блюдь, да. Но это, братан, это как у нас, штраф, 50 гривен за то, что подписывал. Кто там? Кто хлам ломится?